Когда нет большого куска дерева, чтобы выточить большую вазу или миску, приходится использовать сегментные кольца. Сначала нарезаются сегменты, как правило 12 штук на одно кольцо. Сегменты склеиваются, затем кольца склеиваются между собой и конструкция протачивается на токарном станке. Получаются вот такие красивые вещи. На заготовлении сегментных колец одна из главных задач заключается в том, чтобы нарезать 12 абсолютно одинаковых кусочков дерева под углом строго 15 градусов. Иначе кольцо не сойдется и между сегментами останутся щели. Опытным путем я выяснил, что отклонение угла на 0,2 градуса уже катастрофа. Щели неизбежны, вот как например у этого кольца. Для нарезания сегментов я попробовал разные инструменты и приспособления. Об этом и сегодняшний ролик. Для начала нужно определить длину сегмента. Она связана с диаметром кольца, который мы хотим получить. Формулы для расчета и таблица, составленная по ней, на экране. Например, если мы хотим выточить кольцо диаметром 14,5 см, длина сегмента должна быть 3,8 см. Сегменты можно изготовить на отрезном станке. Для фиксации длины сегмента ставится упор. Специальной линейкой, у которой кончик срезан под углом 15 градусов, определяется расстояние от пильного диска до упора. Плюс такого способа. Отрезной станок покупается в магазине и не нужно платить специальные приспособления. Минус. Сложно точно поймать угол. Погрешность поворотного стола вполне может быть 2-3,1 градуса. Вот результат нарезки. Кольцо, стянутое пластиковой стяжкой. Другой способ использовать каретку на циркулярной пиле. Ее главное достоинство в том, что направляющий брусок, определяющий угол сегмента, можно выставить с большой точностью и жестко закрепить на каретке. Ну и риска отрезать себе пальцы тоже поменьше. Ну вот результат вполне даже удовлетворительный. Прежде чем показать еще один способ нарезания сегментов, проверим угол, под которым пильный диск расположен к столу циркулярного станка. Он должен быть, естественно, 90 градусов. Если это не соблюдено, появятся щели между сегментами, и это уже ничем не исправишь. Остается только шпаклевать. Ну вот моя пила в норме. Для нарезания сегментов можно использовать угловой упор. Штатный упор, который продавался вместе с циркулярной пилой, мне не устроил. Направляющая короткая и без пластиковых распорных шайб. Поэтому люфт большой и фиксировать брусок неудобно. Поэтому на Алиэкспресс я купил хороший упор, выставил его под 15 градусов к пильному диску. Результат вполне удовлетворительный. Хорошее схождение сегментного кольца. Ничем не отличается от каретки, с той разницей, что каретку я сделал сам из отходов производства, а упор все-таки стоил около 100 долларов. Есть еще один способ, позволяющий склеить сегментное кольцо без щелей, даже если станок настроен плохо и угол 15 градусов не выдержан. Клеим два полукольца по 6 сегментов. Затем на шлифовальном круге выравниваем торцы полуколец и соединяем полукольца между собой. А потом обязательно нужно подшлифовать на круге кольцо по плоскости, чтобы не было щели при склеивании колец между собой. Это вообще-то нужно делать со всеми кольцами, и неважно на каком девайсе вы его сделали. Не претендую на полноту изложения проблемы, но надеюсь, кому-то я смог помочь начать точить сегментные изделия. Подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok